Саша, привет, спасибо, что согласился на интервью и давай сразу, наверное, обсудим текущее обстоятельство, текущие ваши дела. У вас очень напряженный декабрь, начинается второй этап Кубка Фиба и не самые простые соперники в Лиге ВТБ. Как настроение у тебя, у команды, как вы готовитесь? Настроение хорошее, позитивное. Наконец-то выиграли, выиграли на выезде, непростой матч в Лиге ВТБ. Много матчей были близкие, но не могли победить. Здесь забрали эту победу. Я надеюсь, что дальше будет в таком же ключе, с сильными соперниками впереди. Это интересно, каждым играть вообще интересно и с хорошими командами. Поэтому готовиться к каждой следующей игре и бороться на победу. Ты закрываете 2019 год матчем с ЦСКА. Я очень много слышал от легионеров, как они ждут всегда встречи с армейцами, потому что это сильнейшая команда Европы, сильнейшая команда России. Есть ли у тебя какое-то такое особое отношение к встрече с ЦСКА? ЦСКА – чемпион Евролиги, чемпион Лиги ВТБ. Конечно, куча сильных игроков. Всегда на виду команда. Все смотрят их игры в Евролиге. Интересно с ними играть. Интересно, как бы, не то чтобы показать себя, может проверить на этом уровне. Но надо готовиться, как обычно, игре и бороться за победу. Все может быть. Это баскетбол. Когда мы первый год были в Нижнем Новгороде, в сильнейшем дивизионе, тоже первые две игры проиграли ЦСКА по 35 очков. А в третьем матче выиграли дома в овертайме. То есть, я считаю, что каждая игра – это новая история. И просто надо к этому готовиться и играть на победу. Давай немножко поговорим про личное. Ты родился в очень спортивной семье. У тебя папа занимался баскетболом, мама волейболом. Был ли у тебя выбор стать, не знаю, врачом или водителем? Ох, не знаю. На самом деле, вот, я вспомнил в детстве, почему-то мечтал быть проводником поезда. Может, потому что мы много ездили, путешествовали. Такое было. Ну, так получилось. Мы поехали за папой в Польшу. Он поехал туда играть. С ним, получается, всегда на тренировке, с тренировок, игры. Ты видишь всю эту жизнь. Знал по рассказам мамы, как она рано уехала из дома, тоже ездила в разные города, выступала за команды. И, как бы, для меня, наверное, это был естественный образ жизни. Волейболом я не занимался. Мама особо не наставила, предлагала, но как-то все так было спокойно. Футболом сначала занимался, потом совмещал с баскетболом, а потом все. Выбрал баскетбол и полностью сконцентрировался на нем. Опять-таки, из опыта общения с игроками, у которых есть дети, я замечаю, что рано или поздно их дети все равно идут в большой спорт. То есть вот даже Леша Тростенецкий, у которого долгое время говорил, что нет-нет-нет, вот сейчас ребенок занимается плаванием. Твоя дочка занимается теннисом. И много с тобой подчастия, то, что ты говорил. У меня такое ощущение, что у нее тоже нет выбора. Ну, на самом деле, сильно прессинга нет на нее. Просто мы, как в Венгрии, когда жили, особо был хороший теннисный клуб в городе. И просто решили, предложили сходить попробовать. Ей понравилось. Она стала заниматься регулярно. Там чуть-чуть другой подход, чем у нас был. Все было проще. Вернулись сюда, здесь пошли уже в теннисную школу. Для нее было непривычно первое время, что тренер там чуть-чуть строгий, уже требует что-то от пятилетнего ребенка. Но она видит, как бы, мою жизнь, что папа ходит там на тренировки, игры. Тренер и на папу ругается, и на других игроков. Я ей объясняю, что он ругается не потому, что, как бы, он не любит или что-то хочет плохо сделать. От того, что пытается донести какую-то информацию, чтобы все мы были лучше в следующем моменте, в следующей игре и так далее. Поэтому ей нравится, она ходит. Иногда разговариваем с ней на такую тему, будущее, спорт. Она спрашивает, я говорю, что надо продолжать тренироваться, несмотря ни на что. Если тебе нравится, и ты хочешь быть в этом деле лучшим, то надо тренироваться много и упорно. Будет много моментов, когда тебе хочется все бросить, но чуть-чуть потерпеть, и это даст тебе какой-то прыжок наверх. Как часто тебе хотелось все бросить? Баскетбол, если честно, я не помню таких моментов. Были какие-то, может, неудачные периоды в карьере, когда ты задумываешься, может, что-то хватит, и что-то надо думать уже о другом. Но, если честно, не видел себя в другом деле пока. И сейчас, считаю, пока мне приносит это удовольствие, есть мотивация приходить каждый день в зал, быть в этой жизни спортсменной, поездки, игры, выигрывать все игры, бороться за победу, то этим надо заниматься. Если мотивации нету и нету желания, то просто ходить ради того, что, ну, пока еще, ладно, пару лет где-нибудь перекантуюсь, а дальше посмотрим, то я считаю, что надо заканчивать и уже, потому что, ну, в любом случае, хорошего из этого ничего не выйдет. Твоя супруга не из мира профессионального спорта. Расскажи, как покорить сердце профессионального баскетболиста? Я думаю, что нет какого-то такого рецепта именно баскетболиста. Каждому человеку нужен свой подход, и это какое-то стечение обстоятельств и событий в нашей жизни, когда мы встречаем своих людей, специально ходить там и ждать. Вот я хочу познакомиться с баскетболистом или там с хоккеистом, с футболистом. Ну, а с каким я там потом определюсь, ну, это неправильно, мне кажется. Ну, просто надо в этом плане жить своей жизнью, и, как бы, время само ты поймешь, когда там этот момент настал. А твоя супруга Наталья, я знаю, занимается фотографией, очень интересует тебя. Но при этом ты не присутствуешь в самой фотографической социальной сети Instagram. Ты есть в Twitter, ты есть в Facebook, в Instagram нет. Почему, почему предпочтение именно вот этим социальным сетрам? Ну, Instagram это, я, ну, как бы, знаю, что это, конечно. И когда появился так хайп такой, да, все пошли в Instagram, я что-то установил, посмотрел, попытался загрузить фотку какую-то, у меня чуть не получилось. Я такой, да ну, типа, ну, и жил без Instagram, и особо ничего не парился. Twitter крутая тема тем, что ты сам выбираешь для себя, что тебе читать, в каком формате, и просто фильтруешь все ненужное. Интересно, ты в короткое время получаешь там информацию, которая тебе интересна, не надо там что-то пролистывать, перелистывать, искать. Ты просто выбираешь себе, что в твоей ленте должно быть. Facebook это способ общения, потому что последние пять лет жил там не в русскоязычных странах, популярная сеть, остаются знакомые, друзья, за командами, где выступал, следить удобно, общаться, новости какие-то, то есть вот такой выбор. 21 век и современные технологии, и социальные сети позволяют любому человеку высказать публично свое мнение и привлечь таким образом внимание. Чаще всего мы видим мнение анонимное, причем, если мы говорим о форумах, это в жесткой форме, потому что все понимают, что нет никаких последствий. Как ты относишься к такого рода комментариям? Читаешь ли ты комментарии после матча, особенно неудачных? О, Веременко читает, вот я знаю. Спокойно я отношусь к этому, мы свободные люди в свободной стране, и если человеку хочется сказать, написать что-то, пожалуйста, пиши, это твое право. Что ты пишешь, это опять же зависит от тебя, негатив, хочется тебе нести негатив, пожалуйста. Ну, может, мое мнение, что, как бы, что у человека внутри, то он и несет другим. Понятно, какому-то болельщику неинтересно смотреть, что команда проигрывает все время. Вот, но поверьте, никто не просто проводит время зря, просто, что, как бы, время идет, мы проигрываем все спокойно. Игроки переживают, и никто не любит проигрывать, никто не тренируется для этого, чтобы проигрывать. А болельщики, ну, это их право. Я не читаю форумы, не читаю комментарии, в последнее время вообще не читаю белорусскую спортивную прессу, не открываю. Это мой выбор. Я, как бы, на матчах нашей команды присутствую, вижу недостаточно мнения тренера, игроков, касательно проведенной игры. Какой-то анализ нам всегда дается, и это помогает, что избежать в будущем каких-то ошибок. Поэтому сейчас все оставляют комментарии под всем, купил ты что-то там, ладу купил, она поломалась, ты пишешь, там, рукожопы работают на заводе, что вы собираете и так далее. А там пишут, сколько платят, столько и собираем, и это замкнутый круг. Все в интернете, все на фидбэках на каких-то, все оставляют отзывы под всем. Поэтому нормальное явление. Хочется, пиши, пожалуйста, я не против. Сколько негативных комментариев оставил Саша Пустогвай в интернете? Не, я не пишу ничего. Как бы, если я что-то купил, какой-то товар, мне не нравится, пытаешься связаться просто с продавцом, производителем и решить этот вопрос, как бы, один на один. Или, там, люди, не ходите, не ездите в этот отель отдыхать. Или не ходите, там, в это кафе. Как бы, я не пишу. Если мне все понравилось, я оставлю, как бы, какой-то фидбэк, что все классно. Там, проехал на Яндекс.Такси, водитель, там все было классно, поставил пять звезд, все, доволен, пошел. Ну, как бы, если не понравилось, просто выкидываешь это из своей жизни и идешь дальше. Ну, поменьше негатива в голове, мне кажется. Сейчас купил жене чехол на телефон на Алиэкспрессе, но она выбрала и пришел с другого телефона, не подходит. Ничего, написали продавцу, он говорит, давайте или деньги верну, или вышли новые, может подойдет. Я говорю, давайте попробуем со второго раза, сейчас жду. Ты говоришь про Яндекс.Такси, а что случилось с Субару? Субару зимой в теплом гараже, все, дороги стали поливать какой-то ерундой, кидать соль, это все. Поэтому машина отправилась на зимовку в теплый гараж и ближе к лету. Для тех, кто не знает, давай расскажем, что у тебя непростая Субару, это фактически профессиональная гоночная машина. Ну, скажем так, это заготовка для профессиональной гоночной. Потому что быть профессиональным гонщиком – это тоже работа, профессия. Для меня это просто хобби, какой-то стиль жизни, стиль провести свободное время. Ну, мне нравится эта тема. Это хобби, которому ты посвящаешь летом довольно много времени. Насколько я знаю, ты даже, Расилову Николаевичу не покажем, гоняешь на треке. Ну, я гоняю на треке, не имея профессионального контракта, поэтому никаких обязательств не нарушаю. Этим летом не получилось, рано началась сборная, короткий отпуск, ничего страшного. Но прошлым летом удалось поучаствовать даже в этапе Белорусского кубка по тайм-атаку. Ну, проходило все это в России. Да, мне нравится, круто приехать на трек, профессионально погонять. Это давняя история, она давно началась с Subaru. Случайно, вообще, там, последний, ну, не то, что последний, собирал деньги, купил там первую машину, старенькую, собранную литовскими умельцами из нескольких. Но она честно отработала все. В специализированном сервисе увидел более продвинутые спортивные версии, загорелся, начал читать, узнавать, как, что. Понял, что настоящие Subaru делаются только для Японии, для своего рынка. И все, покупали машину оттуда с аукциона, везли вокруг всего мира, там, 4 месяца. Перекидывали руль справа налево, в нашей стране нельзя поставить машину на учет с правым рулем. Ну, в общем, заморочился по полной. Первая машина была, то есть вторая такая. И последующую уже полностью спортивную версию тоже искал исключительно для японского рынка и нашел в Москве. У товарища, можно сказать. И семейная машина тоже Subaru. Большая машина, на которой удобно путешествовать. Загрузил все вещи на сезон, сели семьей и покатили. Мы про это еще поговорим, про твои путешествия на машине из клуба в клуб. Но ты же любишь и покопаться в Subaru, правильно? То есть провести время в гараже, там, подготовить машину. Жена не ревнует? Ну, после сезона возвращаемся в Минск. Как бы мою машину обслуживает мой хороший друг, механик, которого я знаю больше десяти лет. Которому я доверяю. Специально снял гараж рядом с его сервисом. У него есть ключи. Если что-то надо в машине сделать, он сам перегоняет, делает. Но обычно мы все копим за зиму до того момента, пока я приезжаю. Загоняем машину и можем несколько дней там жить в гараже. Ну, супругу, она говорит, если тебе нравится там сидеть и ковыряться, быть там в этом мазуте в каком-то или чем-то, пожалуйста. Ну, я же не каждый день там зависаю. После сезона несколько дней мы там что-то делаем, ковыряемся и все. Мы сейчас много говорили о поддержке твоей жены и она тебя поддерживает на протяжении всей твоей карьеры. Не так много супруг, которые там бросают все и едут за мужем в Румынию, например. Ну да, было немножко для нее так, куда мы едем? В Румынию. Он говорит, нет, там воруют детей и все в таком духе. Была еще проблема с документами для дочери. Пока это все решалось, я поехал один. Они осмотрелся и они прилетали только ближе к Новому году. Там конец ноября, по-моему, и мы ехали из столицы в город, через горы, через перевалы, все в снегу. И за три, за два сезона в Румынии жена очень полюбила эту страну. Потому что в свободное время мы даже после сезона оставались, ездили, смотрели местные там красоты, природы. На самом деле очень удивительная по природе страна. И когда жена узнала, что мы переезжаем в Венгрию, но мы были на отдыхе с ней, и она реально плакала, что мы уезжаем из Румынии. Настолько ей люди, с кем там познакомились и страна, настолько ее впечатлило. Но потом оказалось, что в город, куда мы переехали в Венгрию, уже на два с половиной сезона, ее впечатлили тоже. И я говорю, видишь, не стоит никогда заранее думать о чем-то плохом. Ты никогда не знаешь, что у тебя случится. И она говорит, круто, что каждый раз, когда что-то новое у нас, и оно по эмоциям тебя наполняет не меньше, а то и больше, чем предыдущее. Ну, мне кажется, это классно. Ты, наверное, единственный игрок, по которому я знаю, кто путешествует из клуба в клуб на своем собственном автомобиле. Причем проезжая иногда не самые маленькие расстояния. Да, это началось у меня, ну, когда я купил первую машину, мы вообще как-то спонтанно со сборов напустили на два дня перед сезоном. Прилетели сюда с другом, я не умею ездить, у него забрали права в России, на времянке он ездил. Купили, не глядя машину, тут за небольшую сумму денег. То есть сейчас я понимаю, насколько это было вообще, ну, как бы отважный такой поступок это сделать. И на ней поехать в Саратов 1700 километров по дорогам, это середина двухтысячных. То есть, ну, все было классно, удобно. Ты загрузил вещи и поехал, и ты не зависишь ни от расписания, не думаешь, что тебе взять, берешь все необходимое. А когда с семьей уже, это тоже необходимость, маленький ребенок, это книжки, игрушки, вещи. Удобно, ты загрузил все и поехал. Дороги в Европе хорошие, то есть ты можешь где-то остановиться, переночевать, если можешь доехать без остановки. Хотя в клубах предоставляли, в принципе, иностранцам машину, но я говорю, не надо, я буду на своей. Ну, у тебя были проблемы, я знаю, однажды с вот таким вот пересечением границ с вещами личными? Ну, это скорее у него проблемы нашего законодательства и так далее. Был 2014 год, апрель месяц, май, конфликт там в Украине разгорался. И, получается, у нас были только румынские эти долговременные визы, не было шенгена. И не могли мы проехать из Румынии, как обычным маршрутом, там, через Венгрию, Словакию, Польшу, Беларусь. Был единственный вариант ехать через всю Украину в Минск. Ну, как бы, я сказал, нет, вы не поедете, посадил на самолет и летите в Минск. Я загрузил вещи в машину, поеду на относительно новой машине. Позвонил другу во Львов, он говорит, у нас все спокойно, приезжай, покушаем, поедешь дальше в Минск. Украинская граница, никаких вопросов, машина забита вещами, куда, откуда. Я говорю, вот, играл там баскетбол, еду домой после сезона, все, запустили, выпустили. Через 9-8 часов я пересек пол страны, а белорусы сказали, белорусский работник сказал, нет, 50 килограмм на человека, личных вещей, и все. Ну, либо разворачивайся в Украину, оставляй там, и все. Ну, как бы, нет, я говорю, что там нет никаких товаров, я ничего не перевожу, никакую технику я не покупаю, вы можете проверить там детские вещи, игрушки. Там даже детская лошадка была маленькая, качающаяся, дочке очень нравилось, мы ее забрали с собой. И везли ее, кстати, я вез ее из Минска в Румынию, то есть мы не купили ее там. Ничего он не говорил, говорит, ты что особенный, как все, давай, поехал. Ну, потом пообщались с начальником, объяснили ему ситуацию. Как бы я закрылся в машине, сидел, думаю, проехал уже там 16 часов, понимая, что до дома еще там 3,5 часа, и семья уже прилетела, и сезон прошел, то есть я не был год дома, и, ну, немножко так, как бы, ну, просто напрягла немножко эта ситуация. Ну, хорошо, что все разрешилось, меня пропустили, говорят, мы иногда делаем исключения, понимаем. То есть я открыл все двери, багажник, говорю, проверяйте все вещи, если вы найдете что-то новое, что нельзя везти или что-то, я готов нести ответственность. Ну, как бы, такая специфика жизни. То есть больше после этого проблем у меня не было с пересечением. Ну, обратно потом мы уже ездили втроем, и нормы веса как бы на троих рассчитывались, поэтому было проще. Ты один из, наверное, ну, немногих игроков белорусских, у которого такой большой послужной регионерский список. Скажи, пожалуйста, вот, оглядываясь назад, какой этап для тебя был самым сложным? Ну, не знаю, сложный. Каждый этап был по-своему интересный, и что-то было в нем особенное. Когда уехал из дома в 17 лет в Саратов, за, там, две тысячи километров никого не знаешь, сотовой связи нет, интернета нет никакого связи с домом никакого. Ты один, куча незнакомых людей вокруг, кроме, там, Вовы Веремеенко и еще нескольких человек, кого ты знал раньше, то это, ну, такой интересный был очень этап в жизни. Мама звонила на проходную, там, в офис клуба дежурным раз в две недели, потому что это международные звонки, это дорого, это тоже не наговоришься. То есть вот было и все общение. На Новый год тебя отпускали на поезде, там, домой на несколько дней. В каждом клубе было что-то, но я счастлив, что побывал там, где я побывал. И оглядываясь назад, в каждое место я могу что-то о нем рассказать, какие-то эмоции, впечатления, что у меня остались до сих пор. Ну, расскажи же твою эмоцию прогрессию. Прогресс, ну, это единственный случай, но я там и не остался. Я приехал, подписал контракт до сборной, после сборной прилетел, ждал семью, три дня потренировался, посмотрел на зал, на то, что происходит вокруг, и понял, что нет, ну, это не мое, я здесь не буду. Семья сказал, ну, все, не собирайтесь, и пошел к тренеру, сказал, что я уезжаю. И там несколько дней с президентом пришлось решать вопросы, как я уеду и почему. Агент как бы ушел в сторону, Грек сразу, но это понятно, он на стороне клуба. И как бы сам с президентом договорились, что я верну все расходы, что они на меня потратили. Там визы и так далее, проживание в отеле, экипировка, лицензии и так далее. Ну, все при такой тоже сложный период, но это было мое решение. Тебе там 33 года, конец октября, семья в Минске, и ты отказываешься от гарантированного контракта, от работы. Но я понимал, что я не смогу получать от баскетбола то, почему я им занимаюсь до сих пор. И это важно мне очень. Пока есть эти эмоции, желания, мотивация, все. Я хочу пытаться, чтобы это продолжалось как можно дольше. А если этого нет, если тебе в напряг все, то я считаю проще сменить место, чем вести этот весь негатив себе, в семью, жить там весь год. Ну, уехал домой в никуда, но все хорошо закончилось. Я знал, что так все и будет. Возвращаясь к Автодору, когда ты встретился с Вовой Веременко, было ли вот это такое ощущение землячества, было ли у Вовы там по отношению к тебе или у тебя по отношению к нему какая-то там дополнительное желание помочь, подсказать? Ну, мы были знакомы уже по молодежной сборной до отъезда Вовы Саратов и моего. Поэтому, конечно, я рад был, не знаю, как Вова, спросите у него, что он там. Это, как бы, можно сказать, был единственный человек, кого я знал хорошо до приезда туда. Он больше проводил время в основной команде, то есть он был там, а я был в молодежной, в резервной команде. Но все равно мы виделись, как-то общались. Дальше уже, когда брали меня в основную команду, уже, конечно, общения было больше. Для, ну, в 17 лет там, ну, все было новое для меня. Я жил дома, здесь уехал, но было классно. Я на днях смотрела матч между греческими Олимпиакосом и Танатинайкосом. Такое дерби, много людей, поют песни. Я знаю, что в Венгрии тоже есть такие баскетбольные дерби, и в одном из них ты участвовал. Расскажи, что происходит на таком матче. Ну, у нас, да, у нас было такое западное дерби внутри одного региона. Рядом, в 25 километрах от Сомбадхея, где я играл, город Кермент. Смоки встречались с ними в Кубке ФИБО несколько лет назад. У Кермента изначально это основная команда этого региона, более старая. И у нее куча болельщиков в самом Сомбадхее. Это традиция семьи. То есть дедушка, папа болел, и дети болеют. То есть люди туда ездят из Сомбадхея на игры, болезнь туда. Фалку появился позже. И, ну, у них вот за всю историю двух команд, мне сказали, не было ни одного товарищеского матча между ними на предсезонке и когда-либо еще. Но это говорит о многом. Неважно, какое место когда команда занимает, но матч между ними – это вообще нечто особенное. То есть готовиться к нему заранее, всегда полный зал. Он на выезде или дома. У нас даже перед игрой приходил президент и говорил, что кроме бонусов, что есть у вас в контрактах, за эту игру есть дополнительный бонус. То есть надо выиграть Кермент в любом случае. И болельщики на трибунах поддерживают своих команд. Постоянная полиция. Какие-то не то, что стычки друг друга. То есть у нас большой город против маленького. Болельщики на паркинге клеили наклейки, там, где были трактора и телеги. Нарисованы, зачеркнуты для болельщиков Кермента, что, мол, личный транспорт здесь не паркуете. Здесь для машин только. Вот. То есть, ну, постоянно. То есть мне нравится. Это ажиотаж, полный зал. Там, когда играли с ними полуфинал, полуфинальную серию, и уже в третьем матче выиграли в концовке, то с трибун полетели там стаканы с пивом на площадку. То есть, ну, как бы особая мотивация на эти игры есть. И ты чувствуешь ее от болельщиков. Может, даже до игры ты это не совсем понимаешь, но во время игры ты заряжаешься этим. Это классно. Насколько вообще для игрока важна поддержка болельщиков? Ощущаешь ли ты ее? Например, в этом сезоне клуб организовал уже несколько выездов для наших болельщиков. В Киеве и в огромной арене ЦСКА, когда там на их химках подсказывают. Ты это видишь? Это тебе важно? Или ты, в принципе, можешь играть и при пустой трибуне тебе не важно? Нет, ну, если пустые трибуны, то и будешь играть при пустых трибунах. Конечно, приятно, когда полный зал. То есть, если дома, это своя поддержка, своя, как бы, энергия на выезде, когда весь зал болеет против тебя. Да, это, не знаю, мне, может, даже больше нравится. То есть, это, ну, так, интересно. Заряжает? Ну, добавляет, да, тебе. То есть, и в огромном зале есть небольшая группа своих болельщиков. И очень прикольное ощущение, когда ты побеждаешь после игры. И вот эта маленькая группа болельщиков чувствует себя круче, чем все остальные в зале. там несколько тысяч. Ну, и ты на площадке, внутри всего этого тоже, ну, как бы, делишь с ними эти эмоции. Вернусь к Керменду, когда мы там выигрывали игры, и полный зал против, а болельщики просят тебя не уходить там еще 20 минут с площадки, и продолжают петь песни вместе с командой. А все вынуждены смотреть на это, ну, болельщики хозяев. Ну, это тоже, в этом есть своя фишка. А тогда, если мы говорим о Менгрии, как происходит ситуация с болельщиками, когда, например, команда проигрывает? Я не читал, что пишут в интернете там, не читал после игр, ничего. Я имею в виду именно вот на площадке, да, команда проиграла, болельщики продолжают стоять ждать, они не уходят. Нет такого, что там, когда они видят за пять минут игры, что все уже там, ситуация не поменяется, и там стоят и уходят в трибуну. Такое есть? В нашем городе я не видел такого, но за два года, что я был в Сомбадхе, мы проиграли в первом сезоне одну игру дома, во втором, может быть, две. Ну, это про свой чемпионат, говорю. То есть люди максимально стараются поддерживать. Понятно, когда какие-то неудачи и ожидания твои выше, чем то, что ты видишь, то идет прессинг там со стороны руководства на тренера, тренер на игроков, и ты легионер, ты понимаешь, что под ударом всегда тренер и легионеры. Ну, в Венгрии это такая специфика, там не церемонятся с иностранцами, есть клубы, которые просто меняют людей каждый месяц, не нравятся, уезжает один, приезжает другой. Это тоже своего рода давление, и тренер говорит, что я выбрал вас, и я, как бы, тоже завишу от многого. Но, может быть, у нас так получилось, что первый год мы собрал, пришел новый тренер, собрал новую команду, и первые полгода было, как бы, на фоне предыдущих результатов команды был неплохой, но ниже того ожидания, что хотели болельщики и руководство. То есть мы были где-то в середине, но перед этим два года команда не выходила в плей-офф, и тренера было много на него прессинга, и вот он всех пытался успокоить, говорит, подождите, сезон разыграется в конце сезона, ну, в конце весны. И потихоньку-потихоньку мы поднялись наверх, дошли до финала, и проиграли финал только в пятом матче. И для всех это был большой сюрприз, даже, там, для моего агента, который мне предлагал эту работу и говорил, что вот, если выйдете в топ-8, в плей-офф, неплохие бонусы, там, если вы пойдете в топ-4, то они будут очень хорошими. Но, говорит, глядя на, перед сезоном на расклад, ну, это будет сделать сложно, но, и когда мы закончили сезон в финале, он говорит, ну, типа, круто, это был сюрприз для всех. Ну, поэтому иногда с этим прессингом чуть-чуть надо побороться и продолжать делать то, что ты делаешь, и верить в успех. У меня всего два вопроса осталось. Первый, скажи, вообще, игроки, когда они на площадке, вот эти час-двадцать, они успевают на что-то отвлечь? Вот ты лично успеваешь за медленно, я знаю, болельщиков опять-таки, подумать о чем-то? Или вы все время их выгревы? Вот ходишь ты бросать штрафные, ты думаешь о том, что, блин, я вот там перед этим промазал два раза, поэтому надо постараться? Или вот просто выключается, ты слышишь только тренера, и немножко такой робот. Ну, перед штрафными, ну, если промазал два раза, то понимаешь, ну, сейчас-то я уже забью, потому что по теории вероятности четыре раза-то я промазать штрафное не могу, поэтому это спокойнее. Хуже, когда ты перед этим два раза забил. Вот, это шутка. Но, да нет, понятно, что ты весь в игре, ты сконцентрирован, пытаешься анализировать то, что происходит вокруг максимально быстро, плюс анализировать с тем, что в тебя вкладывали тренера до игры, какую-то информацию. Какие-то моменты, да, ты можешь чуть-чуть отвлечься, где-то там перевести свое внимание, концентрацию, но это самое важное, в нужный момент оказаться в нужном месте и принять правильное решение. Поэтому, что ты делаешь до этого и после, это уже не так важно, если ты все делаешь правильно вот в эти моменты. Заключительный вопрос у меня от Алексея Кростенецкого. Леша очень долго просил меня узнать историю твоей татуировки и что же она значит, если ты можешь этим поделиться. Сделал татуировку я в России, 18 лет, наверное, это на второй мой сезон в Саратове. Вынашивал идеи давно, долго, то есть не просто спонтанно пошел, то есть татуировка на японском, японские иероглифы, немножко нравится мне культура, отношения людей. Мечтаю очень побывать в Японии, посмотреть, как живут люди в будущем, в нашем, можно сказать. Их настоящее – это наше может быть будущее, а может и нет. И изучал, у меня был словарь, так сказать, была идея, что я хочу, и пытался это все организовать. Несколько месяцев готовился, и был товарищ, у него был свой салон, сыграли мы игры, был перерыв два дня, и он говорит, давай, игра заканчивается, я жду тебя у себя, и ночью будем делать после вечерней игры, потому что, чтобы не терять время, потому что это во время сезона делать сложно, тренировки постоянные, то есть надо, чтобы чуть-чуть заживало. Все, пошел, сделал. Опять же, это мама в Минске, далеко, интернета нет, сотовой связи нет. Просто сказала, говорю, мам, сделал татуировку. Но она опять подумала, что я в очередной раз шучу, наверное, потому что половина того, что я говорю, сложно всерьез воспринимать. И все, приехал потом на Новый год домой, уже забыл. Ну что, кушал и снял кофту, ну, хоп, татуировка. Она такая, я говорю, ну я же тебе сказал, и все. Ну, не было никаких просто, больше всего мне запомнилась реакция Сан Саныча Борисова, потому что он вызвал потом меня на сбор для кандидата в сборную, так сказать. И говорит, вот, отправишь вас в Россию, потом в татуировках возвращаетесь. Ну, не вижу ничего плохого. Захотел, сделал и до сих пор ни разу не пожалел. Прошло сколько, 16 лет. Есть еще идеи, но пока, пока нет стопроцентного желания это, ну, как бы воплотить в реальность. Я так понимаю, что ты нам не расскажешь, что же она значит? Ну, на самом деле, это личное, это, ну, никаких секретов. Это, может быть, часть какой-то моей личной философии отношению к жизни. Тот, кто делал, а мой товарищ в Саратове, он спросил, ну, так. То есть, я ему принес распечатанные, каждый аэроглиф на большом листе, чтобы было все четко, подробно, и он не задавал вопросов. То есть, кто-то спрашивает, я просто говорю, что это личное, и все. Мама и папа не знают, что это. Ну, то есть, это так личное, можно сказать. Мы с тобой внесли такую небольшую интригу, мы не покажем татуировку, но скажем, что ее можно будет увидеть уже 18-го числа на домашнем матче с Кужем, который состоится в 7 часов на Фэлкомфлап арене. Да, приходите, это второй групповой раунд. Будет интересно, все начинается с нуля, у всех одинаковые шансы, и мы постараемся пробиться дальше. Спасибо, Саша. Спасибо. 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 .